И всем оригинальное приветствие! С вами Оптимистер и проект, который буквально-таки стал моей визитной карточкой Культ Муви. И сегодня мне хотелось бы вспомнить, как я однажды случайно наткнулся на странное кино с Николасом Кейджем, где он в костюме медведя избивал невинных женщин. Многие из вас, конечно же, знают, о каком печально известном фильме я сейчас рассказываю. И если вас улыбнула вся эта история, предлагаю вам вспомнить прооригинальную версию этой картины. Для тех же, кто еще совсем не понимает, о чем я говорю, поясню. Речь идет о фильме Плетеный человек. Эм... Без Николаса Кейджа. Тот, что вышел в 1973 году. Я понимаю, что многие из вас видели версию именно с Николасом Кейджем. И поэтому у вас, возможно, не возникает ни малейшего желания смотреть оригинал. Однако не торопитесь с выводами. Я предлагаю вам на несколько минут забыть печально известный ремейк 2006 года и досмотреть этот выпуск Культ Муви до конца. История оригинального Плетеного Человека начинается в момент, когда главный герой, полицейский инспектор-сержант Гови, которого здесь играет не особо сегодня известный Эдвард Вудворд, приезжает на уединенный остров у берегов Шотландии. Что он там делает? Разыскивает девочку, которая пропала в этих краях. Однако со временем он понимает, что девочку он вряд ли отыщет. Местные жители настроены весьма недружелюбно по отношению к слуге закона, да и лидер обитателей острова. Он же их духовный наставник лорд Саммерайл. Кстати, его играет воистину культовая личность мирового кино Кристофер Ли. Преследует исключительно свои цели, практикуя языческие ритуалы древних кельтов. Все, с чем сталкивается сержант на острове, мягко говоря, повергает его в шок. Люди живут отрезанными от цивилизованного мира и стали настолько обособленными, что им будто бы и не знакомы законы привычной морали. Кругом разврат и похоть. Даже детей с детства приучает к весьма раскрепощенному образу жизни. Ради чего? Это вы узнаете, если посмотрите это кино до конца. И да, предугадывая вопрос многих из вас, который наверняка сейчас повис в воздухе. Да, из-за того, что второстепенные герои ведут себя довольно раскрепощенно, в фильме достаточно сисек. Во всяком случае, достаточно, чтобы привлечь внимание самого неуститчивого зрителя. Впрочем, не в ноготе людское тут дело. Также в Плетеном человеке образца 1973 года полно и трик опасностей и страхов. Атмосфера накаляется до предела, а сюжет достаточно витиеват, чтобы понять, кто бы ни был злодеем, что бы тут не происходило на самом деле, вряд ли героя ждет хороший конец. Если попытаться разобраться с принадлежностью фильма к одному из жанров кинематографа, то можно легко запутаться. С одной стороны, он похож на типичный триллер, скорее даже фильм ужасов. Однако и драмы здесь предостаточно. Есть тут, разумеется, место и легкой эротики, да и интриг тут хватает, не детектив ли это? Хотя, чего мы мучаемся, вряд ли эту картину можно причислить к какому-либо конкретному жанру. Но, нужно сказать, все здесь сбалансировано таким образом, что смотреть фильм интересно сначала и до самого конца. Плетеный человек – это дебютный фильм режиссера Робина Харди. Этот человек до этой картины снимал лишь рекламные ролики и с первого взгляда можно решить, что он снял весьма типичный ужастик с изрядной долей предсказуемых и даже заштампованных сюжетных ходов. Однако, картина оставляет такое эффектное впечатление, что диву даешься. Как у дебютанта такое вообще получилось? Да еще и за весьма скромную сумму денег. Удивление нарастает, когда узнаешь, что Харди практически не снял ничего, кроме Плетеного человека. В его фильмографии всего три полнометражных фильма. В 80-х он выпустил кино о серийном убийце Фантазер, а в 2011-м таки снял продолжение своего классического Плетеного человека. Фильм назывался Плетеное дерево. Впрочем, условный сиквел не снискал положительных отзывов и любви зрителей. Оно, пожалуй, и к лучшему. Плетеный человек это не просто культовый ужастик на стыке жанров, это еще и фильм о борьбе религий. О противостоянии веры. Христианин-полицейский сунулся в чужой огород к убежденным язычникам. Противостояние закончилось довольно интересным образом, если разбирать этот фильм в религиозном контексте. Внимание, спойлер, не победил никто. Правда, вряд ли вы что-либо сейчас поймете. Но зато это интереснейшее противостояние породило множество пародий и отсылок в популярных шоу, сериалах и фильмах. Чего уж там, главный герой, исполняющий здесь роль полицейского, даже засветился в популярном фильме Эдгара Райта типа Крутые легавые, на похожую тематику. Разумеется, это типичная ситуация для культового кино, и постоянные зрители моего проекта к этому давно привыкли. И самой издевательской, самой изуверской пародией на классику стал именно ремейк 2006 года. Я не устану об этом говорить. И если вы действительно его видели, прошу вас, выкиньте это кино из головы, сотрите из памяти и посмотрите на шикарную работу Робина Харди. Не пожалеете. А с вами был ваш луч света в темном царстве киноблогинга. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, ведь так? Меня по-прежнему зовут Оптимистер, подписывайтесь на мой канал, смотрите полкино, любите наши проекты, рассказывайте о них друзьям. Всех люблю, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok